Я уверен, что граждане Украины сегодня понимают, что Крым и крымчане это не враги гражданам Украины. Руководство сегодня государства, которое само себя провозгласило, оно, конечно, пытается отстравить межнациональный конфликт, устроить государстве. Уверен, что этого не будет, здравый смысл возобладает. Все сегодня придерживаются позиции мира, спокойствия и многие коллеги, которые нам звонят из Киева, из Львова, есть друзья в разных регионах сегодня Украины, настроены абсолютно миролюбиво и нас поддерживают. Поэтому мы ничего не боимся. Еще раз говорю, уверены, что украинцы это разумные люди, которые никогда не будут с крымчанами воевать. Будут только отдыхать, приезжать, дружить, никаких сомнений нет. Это власть Киева, я думаю, в течение полугода прекратит свое существование, соответственно, можно будет строить новый формат отношений. Мы не иждивенцы, мы идем в Россию, полностью сохранив всю инфраструктуру, сохранив полностью все вышки в месторождениях на Черноморнефтегазе, сохранив весь флот, без исключения Рыболовецкий, флот Черноморнефтегаза. То есть мы не собираемся быть иждивенцами, сидеть на шее у россиян. Поэтому уверены, что в мире сегодня существует достаточно много государственных образований с гораздо меньшим потенциалом, но которые гораздо более успешны в экономическом отношении. При нашем потенциале, я уверен, мы еще будем помогать России. Мы не то что надеемся, а уверены в том, что этот процесс пойдет и дальше, поскольку откровенно русофобская политика, которую власти Украины сегодня проповедуют, наверное, на пользу не пойдет. Мы уже приглашаем наших коллег из юго-восточных регионов Украины к себе в гости, в том числе для выработки единой оппозиции в части защиты интересов русских русскоязычных граждан Украины. В чем тут раскол? Если власти не понимают, что сегодня надо предлагать какие-то нормальные проекты, которые бы сегодня помогли бы русским в Украине чувствовать себя не людьми второго сорта, а идет откровенно русофобская ненавистническая политика, она к добру не приведет. Поэтому в таком государстве жить никто не хочет. И наш процесс же крымский начался только после того, как определенные придурки из Киева начали откровенную, с ненавистью позицию высказывать по отношению к крымчанам, ко всем русским, вообще ко всему, что происходит на Юго-Востоке. Соответственно, вы видите, до чего это довело. Крымчане приняли решение помахать всем рукой, передать привет и сказать, ребят, в такой стране мы жить не хотим.